Здравствуйте дорогие друзья! Вы вновь на канале KW и сегодняшнее наше видео будет посвящено продолжению кампании за Запорожскую Сечь. Это мод Огнем и Мечом 2 Total War на Medival 2. И у нас было уже 24 серии на канале, то есть это должна быть 25. Я с февраля как-то немножко подзабросил это прохождение и немножко по нему соскучился. Хотелось как-то разбавить, вспомнить, что здесь вообще происходит, разбавить свои впечатления, да и ваши тоже. Ну и давайте посмотрим на карту. У нас сейчас 1640 год. И какие сведения у нас есть по государству? Для того, чтобы победить в кампании надо захватить 70 областей. Из них получается 9 городов у нас есть и 10 замков, то есть 19. На самом деле воевать и воевать еще. Осталось 120 ходов. Война продолжается с Речью Посполитой и с Крымским ханством. Так, так, так. Ну и главная проблема, которая у нас осталась в предыдущей серии, это минус по казне, который образовался в результате казацких восстаний, бушевавших в 1630-х годах. Много появилось стеков армий, данных с криптами. Это восстание Трясила, Федоровича, ну и многих-многих других. У казаков в Запорожье появилась огромная армия в результате этих восстаний, которая теснит поляков, но это дает минус по казне. Ну и давайте посмотрим, что у нас на фронтах, где эти стеки задействованы. Вот, насколько я помню, лидер фракции Гетман Петро Могучий, это Гетман Сагайдачный, который осаждает Бахчисарай. Ходов до сдачи 4 и штурмом брать мы его не будем, будем ждать сдачи, потому что здесь орудийная башня, которая в случае штурма армию эту нашу разнесут. По крайней мере, она понесет большие потери. Здесь, на Западе, продолжается экспансия против поляков. Ну и здесь, как видим, идет наступление на Львов, и еще как цель может быть Луцк, где небольшой гарнизон. И здесь, я думаю, гарнизонного скрипта нет. А вот во Львове, я подозреваю, он может быть. И здесь орудийные башни. То есть, это может быть проблема определенная. Ну вот, одна наша армия во главе с Богданом Хмельницким выдвигается сюда, ко Львову. А вот еще наша армия во главе с Еремой Василевичем, куриным атаманом, может быть на подходе. Нужна разгромить вот этот польский отряд, я так думаю. Одна армия держит Хатин. Данилов Иговский наводит здесь порядок. И здесь, я так подозреваю, по-моему, наследник сидит. Да, вот Гетман Лукьян. И здесь еще армия, которая плывет на Бреилу. И вот еще один господин вместе с пушкой Аныска Самойлович. Он передвигается, куриный атаман. Возраст 15 лет, но уже такой тут двуличный, неотмеченный, выдумщик. Ну, в общем, специфический парень идет сюда в направлении Яс или вот этого, все-таки, Бырлада. Тут надо будет разобраться. Пушка, она даст возможность брать крепости сразу с ходу. Хотя, я думаю, нужна тут пушка не одна, а побольше. То есть, на ближайшие ходы, какая тут задача может стоять? Дальнейшее расширение и приведение в соответствие доходов с тем количеством войск, которые есть на содержании. То есть, по мере боевых действий, количество войск будет сокращаться. Количество крепостей и городов будет увеличиваться. То есть, со временем, через несколько ходов, я надеюсь, все это приведет в какое-то такое равновесие. Ну, и надо помнить, сейчас 1640 год. А к 1648 году, я подозреваю, могут скрипты сработать Хмельничины. Потому что это как раз восстание Богдана Хмельницкого. Ну, давайте поменьше разговоров, побольше дела. Начнем с того, что вспомним боевой геймплей. По крайней мере, я вспомню. Давно не играл. Погроблю польские отряды, которые тут ходят в округе. Так, ну и вот Ерема Василевич может атаковать командира Францишика. У которого гусары, пекинеры и венгерские гайдуки. Ну, кто подзабыл, может почитать описание войск Речи Посполитой. Вот, зверские ребята. Ну, и гайдуки. Неплохой дальний бой, по сравнению с нами. Ну, идем на карту сражения. Так, ну и у нас здесь туман. Давайте посмотрим в наших интересах, чтобы погода улучшилась. Так, 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 что у нас за тормоза такие. Вернее, у меня. Вот, вот это лучше. Развертывание войск. Даем. Так, ну и вот. Так, тут контингент у поляков небольшой, но есть гусары. Поэтому, вазы я все-таки впереди расположу. Вот так вот, внизу в линию. За этой линией раз группа. Так, так, так. Два группа. Ну, здесь ребята, которые станут по этому флангу, прикрою копейщиками. Теперь гетмана, вернее, атамана в тыл. И разобраться с клонными стрелками. Это стража. Она прекрасно стреляет сама. Вот, тоже для подкрепления мы выдадим сюда запорожскую кавалерию. Так, а по левому флангу. Здесь тоже. Так, сколько? Три отряда конницы. И вазы, думаю, все-таки чуть-чуть ниже. Вот так. Так, и пехоту, соответственно, тоже. Четыре. Два, так. И вот эта вот тоже группа сюда. Все, начинаем сражение. Смотрим на то, что нам предложит противник. И сразу же выдвигаю вперед кавалерию. Задача, которая будет сразу же нанести огневой удар и вынудить противника самого идти в наступление. Прежде всего, интерес представляют усары, которых бы не мешало бы на подходе разгромить. Ну, или, по крайней мере, нанести им такой неприятный удар. Чтобы эти ребята понесли максимум потерь. Потому что, по-моему, поляки хотят наш левый фланг обойти. Вот мы должны сейчас это помешать им сделать. Так. Сейчас уже начнется пальба. Есть, началась. Ребята, стоп. Стоп, стоп. Так, 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 так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, ступать в бой нам абсолютно не обязательно. Нам важно, чтобы пока противник подходит, он нес потери. Единственное, что в лесу не всегда видно, что происходит. Так. Так. И что же здесь такое? Это кто это? Это гусары, которые отступают. Так. Скорее, скорее, скорее. Сейчас надо дать возможность нашим войскам их нейтрализовать. Здесь противник тем временем подходит. Где так? В деревьях, к сожалению, не все видно. Вот идут прежде всего гайдуки польские, вернее, венгерские, которые сразу же получают удар опасный. Так, извините, что отвлекся, но гусар таки хочется добить. И возвращаемся сюда, чтобы контролить ситуацию, которая здесь происходит. гайдуки отступают, и где-то у противника ходит еще пехота. Пехота пикинеров. прекрасный звук канонады. Но где пики? Пики, пики, пики. Польские пики. Вот они где-то здесь идут. Идут, поднимаются. Так, дорогие друзья, извините за неудобный ракурс. Но вот, по-моему, мы начинаем видеть противника. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Так, кто здесь свирепствует? Ага, гусары гусары очухались и идут к нам. Дорогие друзья, я и не ожидал такого поворота. Я думал, что того, что этих ребят преследуют, им уже будет достаточно. Но оказывается, нет. Причем они уверенно выдвигаются вперед. Так, здесь возвращаемся срочно на позицию громить пикинеров. ай-яй-яй, так, 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 так. Сейчас, сейчас, сейчас. И что здесь? Извините. Итак, извините, отвлекли ненадолго. Сейчас мы возобновляем нашу войну. Так, срочно. Их полководец бежал, как последний трус. Так, тут идет разгром пикинеров. Есть. И вот, теперь переносим удар по вот этим пикам. и заодно выводим сюда генералитет и нашу кавалерию. И смотрим, кого здесь можно поймать из противника. Где-то, где-то должен по логике бежать отряд гусар, но в лесу его, к сожалению, не видно. В упор идет расстрел. вражеских пикинеров. Вот они начинают реагировать на нашего генерала, на него. Агриться в буквальном смысле слова. так. Вот этим нашим рейстровцам надо срочно уйти. Так, и что мы видим? Эти ребятки начинают тоже бежать отсюда. И это хорошо. Враг потерял половину бойцов. А здесь что? Вот эти крылатые гусары, которых я упустил. Я-то думал они где-то в лесу. Они оказывается уже обошли войска и шли на другие позиции. так. Эти ребята противника отступают. Они просто потрясены. Ну и важно сейчас не дать ему идти. пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Так, вот наша конница их окружает со всех сторон. Да, прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Вспомнили, вспомнил я немножко геймплей. и все. Дальше дело за малым. Добить, собственно говоря, остатки вот этого польского отряда. Да. Это было важно сделать по той причине, что для того, чтобы вести наступление на Львов, надо не дать вот этим мелким отрядам объединяться в какие-то более мощные группировки. Так, а здесь кто? Здесь ребятки ведут стрельбу по кому только возможно наши. И что это? Убит вражеский полководец, командир францисек. Это, я так понимаю, истребили вот тот остаток гусар, гусарий польской. Так, ну и здесь, я думаю, уже все понятно. Я уже преследование провожу сам и показываю вам результаты. Вот предложенное нам соотношение, которое неудивительно. Ранги даже у нас заработал осторожно с пиками, захватил пленных. Ну, идем на стратегическую карту. Так, предлагают выкуп, смотрим. поляки его отклоняют. Ну и разгром этого польского отряда создает перспективы для дальнейшего наступления. Здесь вот в Каменце сокращаем налоги, хоть это нам не совсем выгодно. И вот этот отряд может идти на помощь Богдану Хмельницкому для атаки либо Львова, либо Луцка. Вот интересно было бы атаковать вот этих вот ребят. Давайте для начала попробуем атаковать Луцк. Здесь вазы есть, Карпо Гуздан, у него пока еще и с верностью и совсем не очень-то хорошо. Надо кого-то отправить от Тараса трясила, я так понимаю, отправить можно в Житомир. Здесь налоги обычные, делаем низкие. Так, и кого-то ему в помощь для того, чтобы он лучше держал здесь лояльность. Слушаю. Остап Шах это священник. Так, 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 так. Ну, такие туда за Львов, пока, честно говоря, боязно. Я думаю, что Богдан Хмельницкий должен его просто осадить, чтобы поляки здесь не могли добавлять войска. Не штурмовать, а именно подержать в осаде. так, Агуздан может выдвинуться в направлении Луцка. Мы вернемся с победой. Начинаем осаду. И да поможет нам Бог. Вот Луцкий, если не будет никаких подкреплений серьезных, можно будет попробовать, наверное, штурмовать, потому что здесь башен быть не должно. так, вот эти вот ребята. Их надо заменить неким другим гарнизоном. Осторожно с мушкетами. Может как раз попробовать здесь нам помочь. Хотя так, извините. Так, вот здесь тут нужны вазы. Так, вот так. И отсюда выдвигаем вот этого господина с портретом Разина. Сюда, в эту армию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть стрелков есть. Их бы не мешало вот этой осторожей с мушкетами подкрепить. Вот, эта армия уже на что-то похожа. Даже конницы здесь многовато. Но, в принципе, как маневренный вариант такой подойдет. Так, сюда можно выдвинуть этого генерала для того, чтобы он оказывал поддержку вот этим нашим наступающим группировкам. И далее. Это направление на Львов. И вот здесь идут еще боевые действия эффективные такие с поляками интенсивные в Молдове и в Румынии. Так, вот этот господин, он готов оказать давление на Бреилу, осадить ее. так, извините, что-то идет какое-то такое проседание по звуку. и смотрим, как вот эти ребята могут вазы есть у них, конница есть и много штурмовых отрядов. вот они следующим ходом могут попробовать штурмовать Бреилу, начать осаду. И далее. Так, тут мы уже смотрели. Атаман Лукьян должен, я думаю, разогнать вот эти польские отряды, пока они к кому-то не присоединились. Назовите место, где мы вступим в бой. Да сгинет враг. Так, пикинеры, мушкетеры, это эффективные ребята, у них аж 26 дальний бой, если вы помните, и командир Петро, да, валашская конница, 17, то есть гайдуки у них аркибузы, судя по всему, на вооружении. Ну, идем на карту сражения. Итак, друзья, разворачиваем войска для встречи противника. Так, надо выбрать неплохую сначала позицию для того, чтобы сдержать конницу противника, если у нее возникнет фантазия нас атаковать. Неплохо было бы, если бы вазы стояли поодаль, но мы сейчас выставим пехоту линией, оставим прикрытие у нее, и потом посмотрим, как лучше расположить наших ребят, это вот застрелы будут, для активных военных действий. может как-то их передвинуть немножко еще по-другому. Так, здесь рейстровцев, это у нас, к сожалению, не стреляющая кавалерия, оставим в тылу вместе с генералом. Вот какой у нас наш наследничек сидит с такими вот ребятами, которые в доспехах, вполне такой неплохой себе отрядец. так, ну и вазы немного вперед для огневой дистанции, для соблюдения, и смотрим, что предложит противник. Ну давайте, ребята, давите-ка нас, подавите-ка нас числом. Самое плохое, что как бы стрелков мало в нашей коннице, а у него предостаточно. Панцирные казаки, это как раз те ребята, которые могут быть противны. Это, если вы помните, те, кто смотрели предыдущее видео, это стреляющие конницы у противника. Вот нам наша задача выманить кавалерию противника на наш огнестрел и нанести и максимальный урон. Но он, по-моему, и сам как раз передвигается сюда. То есть, поскольку нету противника генерала из правящего рода, то он ведет себя порой так достаточно глупо. давайте скорости немножко дадим, потому что в принципе тут ничего сложного в этом сражении нет. Самая главная опасность для меня это то, что я могу потерять лишние войска. вот тут 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 кажется противник начинает активничать и что? Ну по панцирникам стреляем есть еще разочек давайте 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 так и скорее регистровцев заводим вазы я отправил сразу же чтобы не несли лишние потери вот этим ребятам тоже не надо давать чтобы они тут гусары 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 вот вот так вот это залп я понимаю прекрасно да только бегут я думал что сейчас будет чардж но я ошибся противника идут панцирные казаки генерала теперь надо отвезти если ничего не изменится мы победим так 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 панцирные перезаряжают оружие свое а это кто бегут это дробантоки с копьями так быстрее по правому флангу подводим войска выводить сюда надо кавалерию мошкетеры опять атака гусар идет и что силы равны где тут что тут происходит кто-то куда-то доехал из них нет похоже таки не успели ура сейчас массированная атака противника с обоих флангов должна многое решить так мушкетеры что несут потери бунтуют мы истребили половину его армии и здесь выравниваем линию кавалерии генералу даем отступить там наши ребятки по-прежнему кого-то гонят отступаем и по этому флангу выстраиваем опять кавалерийскую линию есть кавалерийскую линию для прикрытия пехоты так кто ж там идет валашская конница и гайдуки гайдуки они не столь страшны кого мы здесь можем вывести так 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 это стреляет наши наша старужа с мушкетами а валашская конница она тоже стреляющая хвала господу враги бегут как трусливые псы победа близка так это кто это панцирные казаки я так понимаю попали там то ли под раздачу то ли что-то с ними произошло в общем они серьезно обижены на происходящее потрясены так очередные залпы наши и кажется противник уже чувствует себя не настолько удобно как мог бы гайдуки непоколебимы да это ребятки такие саблями могут и дать прикурить нашим регистровцам но чарж поражение показывает врагу валашская конница можно было бы сыграть и на одних залпах но это бы наверное надолго затянулось здесь здесь и кажется валахов мы нагоняем нагоняем цепляет их наш генерал и здесь идет сражение с этими лучниками они пытаются пострелять по нашим регистровцам но судя по всему пока показывает победу но осталось им недолго ну и добиваем этих ребят дробонтоки с копьями чтобы не ушли никому не присоединились генерала истребили вражеского и кавалерию добивают все ну смотрим результаты так вот соотношение потеряли 80 человек я думаю можно было бы провести это и более деликатно сражение хотя основные потери понесла пехота казацкий гетман то есть наследник трона он относительно себя неплохо чувствует ранг набрал и регистровые казаки ну и идем на стратегическую карту возвращаемся опять просим у поляков выкуп они опять его отклоняют так и погиб так друзья ну и теперь надо как-то немножко позаниматься микроменеджментом я все-таки хочу вот этих вот ребят попробовать вывести кого здесь много в этой армии вот этого друга оставить и наверное орудие передать то есть галота с самопалами я думаю в этой армии не особо нужна а вот здесь можем выдвинуться так селистрии аж один отряд тоже если там нету рядом стека никакого польского будет перспективно это все захватить я помню что где-то по балканам вот дипломат наш ходил вот этот господин расшел сюда значит его функция здесь больше мере разведывать что происходит турки тут ходят с большим количеством огнестрела и мы наверное через них не можем пройти думал что не можем так здесь они владеют низой или ниш как он называется по другому ага и вот эта крепость видена она польская то есть тут поляки сидят поляки и здесь поляки судя по границе адрианополь нет это не адрианополь это филиппополь адрианополь тут есть эдирно вот эдирно тоже польская так глядишь поляки истамбул возьмут и здесь расхаживает наш дипломат задача которого изучить географию трансильвании вернее наш священник с трансильванцами у нас мир и нейтралитет но я хочу знать каковы тут могут быть польские передвижения ага а здесь идет тоже борьба поляки воюют с трансильванцами я вам не подчиняюсь прекрасные трансильванцы готовы брать вот эту крепость а здесь перемышель с полным польским стеком вот так поворотится то есть нам надо будет здесь действовать быстро чтобы не дать полякам объединяться и разбить их по частям так и последний сейчас взгляд относительно того кого можно перебросить далее на на запад так то что вот эти вот ребята здесь сидят в курсу это не очень хорошо сейчас потому что это 4 отряда запорожской конницы их место где-то вот подальше поближе поближе к линии фронта начало в Братслав а дальше посмотрим может они так быстрее дойдут до Каменца нет не доходят и мы вручаем вот этого господина он лояльный то есть на тот случай чтобы они не отложились не предали этот господин талантливый руководитель но ненадежный пусть сидит в Корсуне Корсунь по мере расширения может быть даже можно будет переделать столицу агент кто священник ну я пока стратегические какие-то задумки не комментирую никакие потому что давно к этой компании не обращался и думаю что надо сначала разобраться с тем что тут вообще происходит вот буквально вот этот ход сейчас ход передать компьютеру и ситуация станет после этого после действий компьютера для меня лично более понятны для того чтобы более осмысленно все это комментировать так ну вот вроде бы и основные приказы отданы можно отдавать ход компьютеру смотрим за передвижением противника ну Бахчисарай все по-прежнему российское государство Османская империя то есть их пока передвижение не показывают вот дипломат Османов пришел ага и татарский там какой-то Чамбулом передвигается по территории Румынии видите голубая фишечка стоит ага здесь трансильванцам дали прикурить под этой крепостью поляки это неудивительно потому что крепость с каменными стенами она тоже может стрелять из пушек вернее эти башни могут использоваться не так как прокаченные орудийные но тоже может быть достаточно таким противным моментом ага так австрийское эрцгерцогство пришел купец к нам и польский ход дипломат наверное пытается Яссы подкупить польский шпион пытается тоже подействовать против нас еще один дипломат на Керман пришел ну самое главное куда будут двигаться польские стеки так тоже подкупить так 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 нет молодец неподкупный ты наш так и смотрим какие же новости новости отношения ухудшились с австрийским эрцгерцогством это католики значит союзники Польши так достойный правитель один другой к боевому духу ускоряет лечение Ярема Василевич это все хорошие трейды и армия наша на седьмом месте но корона польская имеет самую крутую армию по финансам мы 0% относительно Швеции это неудивительно потому что минус 6500 сельское хозяйство тоже ну короче говоря армия и население это то что более менее нормально все прочее очень очень плохо и срочно срочно нужна поправка финансов дипломат уточняет карту здесь турки держатся здесь поляки стоят так это хорошо вот здесь мы видели что трансильванцам дали прикурить вот под этой фортецией или они ее взяли трудно так сказать сразу здесь поляки подходят но из чего надо начать все это штурмы штурмами но не мешало бы вот этих вот татарские войска разогнать иначе они потом пойдут ходить по нашей территории так что отношения ухудшились но уже дальше и так их ухудшать в принципе некуда ну да смотрели мы этих ребят все второго ранга это байрак то есть легкая но не стреляющая кавалерия имеющая неплохой натиск и ноль в содержании потому что она скриптовая у крымского ханства ну что ж идем на карту боя не хочу тоже терять лишние войска бессмысленно так битва в тумане опять так что опять подтормаживаем немножко ожидания давайте ребята нам нужна все таки не туманная погода вот вот это уже на что-то больше похоже здесь какое-то такое сел еще украинское или румынское так там будут располагаться татарские войска значит вот так ставим вазы даже здесь они скорее всего напрямую не пройдут поэтому как же лучше быть с вазами так сейчас вот так и смотрим теперь поэтому дефиле или потому лучше здесь идти вот да здесь не совсем удачная для меня позиция татарская кавалерия может меня и поймать на маневре и будет мне тогда от этого неприятно потому что как-то я так татарский Чамбул уже один раз громил деньги подзаработал в одной из серий но войск потерял слишком слишком много пушку поставим здесь или здесь вот так наверное а вот этих тогда ребят перед артиллерией по логике эта пушка должна перебивать ну а там по ситуации посмотрим у меня тоже достаточно много конницы и в принципе одной кавалерии я конечно же должен этот татарский Чамбул одолеть ну опять же все не хочется тратиться бессмысленно войсками так вот что нам нужно вот этих вот ребяток стреляющих так дадим скорости и сторожу с мушкетами мимо вазов мимо вазов перебросим на левый фланг с какой целью чтобы она немножечко на подходе постреляла по татарскому байраку что байрак по моему таки собрался идти в наступление скорость надо убирать уже ну видите из-за пригорка с огнестрела то не постреляешь поэтому ребята начинают стрелять но не сразу так сразу же даем отходить прислуги из вазов вот такие вот легкие кавалеристы ну те кто видели предыдущие серии помнят как выглядят эти ребята ну и как пушки интересно достреливают сюда посмотрите такое впечатление что и дроп таки попало и а ну ка ну 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 зацепились зацепились и что как-то байрак слишком уверенно идет я думал что наши ребята их более результативно смогут переложить здесь хотя все по-моему получается вот 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 расстрел идет надо нашим рейс трусам давать возможность подключиться сбежал как последний трус вперед победа близка так 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 расстрел 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 ну и так еще зацепились зацепили один отряд байрака который получает ту же свою порцию стрельбы и начинает бунтовать так так еще еще ребята получают так 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 байрак 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 24 ну и сломлены но пока держатся бунтуют бунтуют да у них при отсутствии генерала они не держат эти залпы ну и смотрим так так как они идут вот цепляют вазы и что и отступают вот еще одна атака бессмысленная ну и и и и нет это не бессмысленно эти дошли обидно ну дошли правда и тут же тоже начинают откатываться ну подобные атаки они позволяют нашим мушкетерам немного свои навыки поднять поднять свои ранги так 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 еще ну ребятки давайте и этих залпами хвала господу хвала господу ну в принципе преследовать их здесь особого смысла нет потому что это легкая конница и сколько за ней не гоняйся ее уже не догонишь 50 человек взяли в плен посмотрим выкупят ли их ну все заканчиваем бой выход полная победа 14 человек потеряли да все на статистическую карту выкуп принимают принято отступают ребята и наша армия выдвигается сюда в польские владения так ну а наша задача теперь чтобы Дмитро Гуня взял Браилу 6 лестниц есть все вперед на карту боя Хендрик значит раз два три три отряда которые могут крыть стены то есть надо будет зайти так чтобы эти ребята этого сделать не смогли лесовчики это легкая конница которая стреляет из лука в 9 дальний бой ну и наша запорожская кавалерия которая нам уже известна а у нас штурмовые отряды не тяги я вот их еще при штурме лично на карте боя не использовал будет интересно как это выглядит поэтому вперед все взбали тогда fight